Не надо мириться, когда война продолжается. Мы можем вспомнить о милосердии, о прощении, о том, чтобы одной крови, тогда, когда русский флаг будет развиваться над городом Киевом. Вот тогда мы можем и всему. Привет, я Роман Соболю, корреспондент Униан в Москве. Вы знаете, я думаю, что миссия каждого журналиста — бороться с неправдой, то есть с ложью. Так вот, недавно агентство ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза, Российской Федерации, выдало такую новость о том, что в Донецке оккупированном открыли памятник первому, подчеркиваю слово, первому главе так называемой ДНР Александру Захарыченко. Казалось бы, ничего нового, ведь, по сути, оккупанты на оккупированной территории могут делать все, что захотят. Это, к сожалению, факт. Но ложь в данном случае в том, что Захарыченко назвали первым, хотя, по сути, он является вторым. И это ни для кого не секрет. Захарыченко не случайно отдали пальму первенства, потому что реальным первым главой оккупационной администрации в Донецке был гражданин России, москвич Пан Бородай. Ну, согласитесь, странно, когда война у нас якобы гражданская, ну, в смысле, внутриукраинский конфликт, как утверждает российская пропаганда, а руководство оккупационными администрациями приехало исключительно из России. Мы готовы работать, проливать и свою кровь, если потребуется, проливать чужую кровь. После того, как россияне создали необходимую структуру на оккупированных территориях, их отозвали в Москву, власть они передали коллаборантам уже из числа граждан Украины, а вернувшись в российскую столицу, я так понимаю, они начали скучать и писать книги. И вот мне посчастливилось попасть на презентацию книги еще одного российского гражданина, который по какой-то нелепой случайности совпадению организовал на оккупированной части Донбасса службу безопасности. Да, опять же, совсем случайно, он из российских спецслужб, вот, зовут этого прекрасного парня Андрей Пинчук, у него уже вторая книга, это он написал какое-то время назад, кстати, называется она «Контор безопасности. Генерация ДНР». Я думаю, что это издание нужно будет мне отправить в СБУ, пусть изучают. Кстати, таких книг у меня уже много, и надо, наверное, завести целую коробку, так и подписать ее для СБУ. Так вот, Андрей Пинчук презентовал свою новую книгу, которая называется «Бог. Коденция крови», где он описывает, как россияне захватывали Крым. И в данном случае этим ребятам нужно сказать спасибо, потому что они, по сути, не разделяют этих два события – оккупация Крыма и Донбасса. Хотя официальная пропаганда пытается действовать по-другому. Ну, мол, Крым наш, в смысле российский, а Донбасс ваш, украинский, но мы его не отдадим. Презентация прошла в прекрасном московском клубе «Масон Стоун». Да, вы видите, дерево, кожаные кресла и так далее, и так далее. Дорогое бухло. И что я вам хочу сказать? Неплохо так называемые ополченцы себя чувствуют в Российской Федерации. Да, сменить, очевидно, окопы намного приятней на такую обстановку. А эти дурачки пусть дальше голову подставляют. Но вообще, я вам хочу сказать, что, как выяснилось, ведущий этого вечера, господин Челенко и пан Бородай, они закончили философские факультеты. И я вот пришел к просто потрясающему выводу. Я думал, что те, кто заканчивает институты по специальности политолог, у них немного с головой не все в порядке, то сейчас я все-таки убежден, что именно вот эта наука ставит мозги абсолютно на бекрень. Ну, согласитесь, странно, когда люди ради своих безумных идей готовы положить тысячи, сотни или миллионы жизней. Те, кто услышали слова здесь или где-то еще, о том, что да, блин, украинцы это же наши братья. Украины, украинцы, волигоросы и малороссы, это в общем-то один народ. Да, в общем-то один народ. Да, идет гражданская война, но она идет. И мертвые, павшие на этой войне, не похоронены по-настоящему. Война не закончилась. Люди продолжают погибать. И не надо мириться, когда война продолжается. Мы можем вспомнить о милосердии, о прощении, о том, чтобы одной крови, тогда, когда русский флаг будет развиваться над городом Киевом. Вот тогда мы можем в связи. И Львов! Киевым и Львовым, но неплохой уровень амбиций. Единственное, что мне кажется, что о нашей властной команде, стоит об этом не забывать, что вот здесь, за поребриком, живет сила, которая по большому-то счету, если будут какие-то проблемы внутри, всю свою ненависть в любую секунду может направить на нас. Кто-то скажет, что эти ребята стали маргиналами и ни на что не влияют в Российской Федерации. На данном историческом этапе да. Но кто сказал, что их снова не позовут под знамена, не дадут им автоматы и отправят снова воевать против нас. Это же товарищи, выпускники факультета философии. Ну, то есть, настоящие фанаты. Вспомните и о том, что мы когда-то могли пожалеть и в 45-м, и после 45-го года немцев. Могли пожалеть и даже понять их как-то. Но только после 45-го года. Никто не жалел немцев. Ни в апреле, ни в марте 45-го года, когда шли бои за Берлин, за Зигеевские высоты. Как-то не было этой жалости. И это правильно, это справедливо. И вот сейчас устраивать эти примиренческие акции, это, конечно, позор. Я считаю, что эти слова заслуживают внимания. Особенно тех, кто в Украине голосует за партию Путина-Медведчука, партию мира, чего там, развития и дружбы с Россией. Дело в том, что здесь очень многие эту дружбу понимают так, что Украина как государство должно исчезнуть. А произойти это может исключительно огнем и мечом. И, как вы слышали, никто никого жалеть не собирается. Согласитесь, нужно быть полным идиотом, чтобы звать вот этих ребят к себе домой. Знаете, я как-то ехал в Киеве, в такси, и водитель, мужчина лет 50, там рассказывал мне там что-то страшное про Бандеру. И размышлял на тему, что не все так однозначно. А я ему говорю, ты понимаешь, что если придут русские, первое они что сделают, заберут твой джип. И говорю ему, а докажи ты, что ты не Бандера. И он как-то паник. О том, что стремление как-то договориться, есть. Но, естественно, оно есть далеко не у всех. Есть люди, которые хорошо разбираются в ситуации и прекрасно понимают, что договорники приведут только к поражению. Только к позору. И что все равно нам придется решать эту ситуацию. Мы все в ней участвуем, и мы все являемся участниками гражданской войны. Решать эту ситуацию, это значит воевать. То, что они на это способны, я думаю, что ни у кого сомнений быть не должно. Тут важно пояснить, что вот эти ребята, выпускники философских факультетов, понимают под гражданской войной. Дело в том, что в их системе мировоззрения или координат Украины как государства нет. И поэтому идет война между двумя частями Российской Федерации. А Украина на самом-то деле, это не то Новороссия, не то Малороссия, не то что-то еще, но точно не Украина. Конечно же, аргументы, почему мы не прошли вперед дальше в 2014 году, они абсолютно непроколебимы с точки зрения разума, логики. Их можно долго перечислять, они в разных интерпликациях, и перечисляются же, но факт остается фактом. Мы должны были, конечно же, идти вперед вопреки этим аргументам. И так, она фибрация, она не волонтеристическая, она просто за пределами банального человеческого планирования, которое могло сложиться, она была, конечно же, совершенно иной, принципиально иной. Ну вот. Поэтому сожалею ли я? Конечно, сожалею. Сожалею за себя, сожалею за Российскую Федерацию, сожалею за несчастную Украину, которая из-за того, что это не произошло, продолжает страдать. Я считаю, что продолжает страдать. Это понятно, что свободная Украина страдает. Действительно, у нас же нет комендантского часа. У нас самый растущий рынок авиаперевозок. Из Харькова русскоязычного летают самолеты. Другое дело Донецкий, Луганск. Там, так сказать, эти проблемы решены. Но вы слышите? Они размышляют, надо было идти дальше. Мариуполь наш, Харьков наш, Одесса наш. Весь мир наш, кроме Косово, потому что Косово это Сербия. Согласитесь, интересно послушать умных людей. Они здесь просто мучатся. Не находят места в Российской Федерации. То есть им его не хватает. Нужно, так сказать, нести свою миссию служению России. Не только Донбасс, но и другие области, так называемые Украины, они должны стать русскими. И они русскими так или иначе будут. Несмотря на то, что нам оказывается огромное и мощнейшее противодействие. И это противодействие организуют далеко не только те люди, которые находятся в Киеве. Как вы понимаете, в России достаточно своих национал-предателей, которые хотели бы целовать сапог или туфель дяди Сэма. Но, слышите, Украина будет нашей и русскоязычной. Я просто к тому, что вот я говорю на русском языке, но очень сомневаюсь, что Порошенсковские законы, как тут говорят, о статусе украинского языка, об украинском образовании и так далее, и так далее, нужно пересматривать. Но согласитесь, что лучше жить в украинской Украине, чем жить в оккупированной части, без каких-либо прав. Ведь русскоязычный, это же не значит, что идиот. Украинский, или так сказать, украинский олигарх, типа Коломойского, или так называемый украинский президент, неважно, о ком речи у него, а Порошенко, или об этом, так сказать, прекрасном клоуне у спины, оно так сказать, помните, такие опостелки, которые сейчас, так сказать, Украину, так сказать, управляют, ну, по крайней мере, делаются, пытаются. Ну, управляются, понятная ситуация, не имея. А как вы слышали, после того, как они пойдут в наступление, никому пощады не будет. И вот здесь интересно, у нас постоянно в Украине нет дискуссия зеленоботов и порохоботов, но, как видите, есть сила, которым абсолютно все равно вы за барых или за клоунов, потому что вас, в принципе, не должно быть. Вы должны быть готовы отправить своих детей воевать в Сирию или еще какую-нибудь дыру, ну, как, ради величия России. Были реализованы, далеко не все. Были возможности, к сожалению, эти возможности были упущены. И, да, про что именно, вот просто интересно, что было упущено? Да, было упущено, на самом деле, да, была упущена устремляемая. Но все равно, отключается. Была упущена, по сути дела, стратегическая ситуация. Она была упущена. Поясняю, это такая завуалированная критика лично президента России, которая, по большому-то счету, и определяет политику в части войны и мира, которую ведет Российская Федерация. А Пан Бородай, а в той или иной степени, а точнее напрямую, встроен в систему российской государственной власти. И курирует их союз добровольцев Донбасса, да, действительно, администрация президента РФ. И не просто так, на сборище уже настоящих боевиков, а не идеологов, а тех, кто действительно лично убивал, приезжает частенько представитель Путина на международных переговорах Владислав Юрьевич Сурков. Но было принято решение. И это решение вот в том виде, в котором оно было реализовано, оно все-таки вот оно так получилось, то, что называется. Сказать, что мы потерпели поражение, нет, это неправда, вы же знаете, что поражение мы не потерпели. Мы просто нашу возможную полную победу оставили только частично победу. Потому что само существование республики, которое продолжается до сих пор, и которому пока не предвидится никакого завершения на самом деле, оно пока даже до сих пор является победой. Победой, которая длится каждый день в существовании Торецкой и Луганской народной республики, это победа русского народа. Победа русского народа. То есть, с одной стороны, этот русский народ за счет российских субвенций из бюджета содержит оккупированную часть Украины, восточную Украину. С другой стороны, вот эти ребята, которые сейчас принимают решения в Москве по Донбассу, занимаются грабежом этого Донбасса. Уголь, заводы, металлолом и так далее, и так далее. Прикольно, правда? И все в интересах русского народа. А если будете бузить против Путина, придут солдаты НАТО. К сожалению, вы знаете, что у нашего эстаблишмента, я имею в виду эстаблишмент российский, вы хотите власть российскую, элиту российскую, есть стремление, по крайней мере, у некоторой части к договорничкам. Это стремление, к сожалению, играет с нашей элитой плохую плохую шутку и сейчас. И мы видим, что сейчас есть такая тенденция тоже. Да, это актуальная тенденция, к сожалению, на сегодняшний день актуальная. Конечно, эта история до хорошего нас не доведет. И тогда тоже были приняты решения, которые, к сожалению, были половинчатые. Сейчас в Москве ряд товарищей продвигают такой тезис, что есть некоторое недопонимание между башнями Кремля. Одни хотят дальше воевать и убивать, чтобы присоединить всю Украину к оккупированному Донбассу, а другие как бы намекают на то, что может быть уйти с Донбасса и как бы немножечко примириться с Западом. Ну вот товарищ Бордай собственно об этом и говорит, что если-то недобитая националь предательская гнида в российской элите и с ней он готов чуть ли не лично бороться. Но в данном случае можно с ним согласиться в том плане, что сколько бы наши украинские миротворцы не планировали там решить конфликт за полгода или за какой-то другой короткий период, особо никаких шансов нет. потому что даже если у них внутри России идет дискуссия по этому поводу, решение принимает Путин и не было еще прецедентов, чтобы они отошли назад и вернули то, что им не принадлежит. если у меня один такой товарищ Мишлеводь, знаете, но аудитория узкая, я все-таки выдам секрет, потому что это секрет, потому что побывавший на Донбассе в апреле 2014 года, совершил секретную музыку, даже в городе Славянске, побывавший, да, буквально дай бог памяти вчера, так сказать, я прошу прощения там, так сказать, сказал про власть следующие слова, наша власть, она очень любит в городе, засунуть, но не кончить, вот, к сожалению, есть такая тенденция, она сказывается в том числе и в тех событиях, которые произошли в 2014 году. Засунуть, но не кончить, интересно, я так понимаю, вот это настоящий уровень философской беседы, и вот это положение, как сейчас, оно может длиться очень и очень долго, ведь столько людей в Москве и в России зарабатывает на грабеже украинского Донбасса. с государственным строительством, с государственным возрождением, с формированием государственной идентичности, не как набора государственных каких-то институтов, а чего-то большего, она требует нормального, здорового мифотворчества. я вам говорю, умные люди говорят прямо. В 14-м году занимались, так сказать, полевыми исследованиями по уничтожению украинского государства, а сейчас, после того, как ситуация на фронте застыла, занимаются мифотворчеством. Это так, по-русски. Что значит миф? Это не исторический факт, это выдумка, это, ну, по-нашему, брехня. Задача формирования этой идеологии и части идеологии в виде мифотворчества, основанного на больших реальных событиях, это задача общества, задача наша с вами, задача идеологов, не идеологов, которые ведут блок в интернете просто и на этом ограничиваются, а идеологов, которые в том числе принимают участие в каких-то событиях, потому что неважно, кто это был, Ленин, Мао, Сталин, Маркс или кто-то еще из тех, кто продвигал мои дороги. Ладно, давайте дополним этот список современной фамилии. Ну, кто сейчас самый крутой, самый мачо из мачо в современной мировой политике? Пишите об этом в комментариях и да, тут господин или пан Пинчук рекомендует не ограничиваться ведением блога, но я считаю, что это можно воспринимать как призыв подписаться на мой YouTube канал. Тут будет много интересного. Как вы поняли, мне лично посчастливилось побывать на этом мероприятии. Я вот тут в уголке сижу и наслаждаюсь этой прекрасной беседой. Ну, я так подумал, что же можно спросить у этих людей. я у них спрашивал, что слушайте, ну, может быть, вам надо как бы не только страдать, наведите порядок в своей стране и может быть к вам потянутся, но решил у пана Бородая спросить, что он думает по поводу того, что союз добровольцев Донбасса будут привлекать к разгону митингов уже здесь, в Москве. Ну, согласитесь, это интерес. Это интерес. они очень любят друг другу пугать чем-нибудь. Ну, это синдром митеральной памяти снова возле корону и мне снова пришлось отвечать на эти вопросы. Что я хочу сказать? Мы не полиция, и мы помощники полиции, и не тетушки. Поэтому, соответственно, не выходить на митинги и пить кого-то нагайками, шляпы, поповки, пусть этим занимаются. Ребята из Росгвардии, они это умеет профессионально делают и вроде бы с этой работают, творчески справляются. Тут я уже практически расстроился, потому что получается, что либеральная российская пресса снова наврала, потому что Медуза писала о том, что этих ребятам хотят, так сказать, привлечь к мероприятиям в Москве. Ну, так сказать, чтобы наносить увечья на своим гражданам, приходилось не полицейским, а вот этим вот товарищам. Ну, как, это же глаз народа, но пан Бородай, я должен отметить, он меня не разочаровал. Всегда слушайте своих собеседников до конца. Если вдруг, к чему на мой взгляд, не очень много подпосылок, и на самом деле тенденция так четко-то не просматривается и вряд ли в ближайшее время мультивизован, если вдруг, то и малая часть нашего общества, очень малая, если честно говоря, она весьма, весьма активная, правда активная в основном области интернета, удастся организовать в России революционную ситуацию, и власть вдруг начнет падать, тогда наступит совершенно другая стадия отношения к этому вопросу и у нас. Я напомню, что власть, я напомню, по тому же Макс Лобера, это легитимное насилие. Так вот, если насилие перестает становиться легитимным и становится всеобщим, то тогда, конечно, наши политические оппоненты, в лице настольских либералов и их поддерживающих всяких людей из-за границы, в том числе, кстати сказать, и тех, которые приезжают поддержать настольких либералов, а тут и скидя, они не могут рассчитывать на то, что они останутся неприкосновенными, махко выражаясь. И пока власть с этим справляется, все равно не будут, что проходит. Но это пока так. А вот если они грани перейдут и закон перестанет действовать, ну вот так совсем точно не будет. Мы этого не допустим. И мы революции у нас в стране, в отличие от того креморота, который произошел в Киеве, не допустим. И ради этого мы готовы сделать все, что угодно. Мы готовы ради этого проливать и свою кровь, и если потребуется, то чужую кровь. Навыки у нас определенные, и организации есть. Насчет навыков у меня лично сомнений нет. Эти ребята умеют убивать. И пока они не занялись решением своих внутрироссийских дел, а нам, украинцам, стоит быть очень-очень бдительными. Да, порох нужно держать сухим. И не настолько важно, как фамилия нашего президента и чем он занимался до того, как стал горловой украинского государства. На этом все. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао.